Витрум Плюс. Справжняя турбота про иммунитет. Нас совсем обнять и ждать, чего не важно, лишь бы с тобой. В поле с моего притяжения, ты и только ты, без сомнения. Я в разных городах, в разном времени, чем дальше ты, тем ближе, ты только мой. Ты и только ты, без сомнения, полюс моего притяжения. Спрячь мою любовь от затмения. Я на разных полюсах, мы под одной звездой. Мишка косолапый, по лесу придет, шишки заберу и песенку поет. Иди сюда, иди ко мне. Леша, где Катя спать будет? Диван принесем в комнату. Ну зачем нам диван, да? У нас же будет новая детская кроватка. Сегодня привезут, ну да, Катя? Будешь принять скрасочек? Ты маньяк. Кого? Ну что меня мама маньяком называет, ну? Да потому что ради двух дней кровать покупать, это странно. Ну какие два дня? Вручим нам родня, да? Иди сюда. Ты же доченька моя. Леша. Я хочу видеть, хочу с ней общаться. Хочу рассказать ей, кто ее настоящий папа. Угу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кроватка приехала. Поняла? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Жить будет. Катюшка. Катюшка. Папочка. Поехали домой. Поехали. Давай, оденем курточку Давай, одна ручка Давай, вторую Давай, давай, давай Очнись, Леша Слышишь, очнись Леша Леша! Ничего не бойся, договорились? Поехали Да, скорая? Человек без сознания Да, залезка 32 Черепно-мозговая Мама Мама, мама Мне страшно Стой! Мама Стой! Открой! Пристегнемся Чтобы все было круто, ловенько Открой ты Поедем домой Открой! Стой! Стой! Голову, голову аккуратней Вот так Можно я с вами поеду? Залезайте А с ним все в порядке будет Надо сделать МРТ Кто же это его так? Состояние улучшилось Он пришел в себя, но мы ввели ему снотворное У него сотрясение мозга Слава богу, переломов нет Внутренние органы тоже не повреждены Просто он пережил шок и сейчас нуждается в покое Я могу его увидеть? Сегодня уже нет Поезжайте домой, отдохните И завтра уже увидитесь До свидания Ну наконец Откуда вы так поздно? Каську забирал Привет, зайка Не надо Жень, тебя кровь Что-то случилось? Нормально все Можно я все-таки помогу? Нет, мы сами справимся Давай с ней Давай, 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 малышок Жень Слушай, иди ложись Ладно? Иди, иди Пап, я к маме хочу Катя, за мной ты не соскучилась? Я к маме хочу Пусть же я тебя почитаю Почитаю тебе день рождения Белочки Сегодня Белке ровно год гостей Сегодня Белка ждет Зайчонок из своей кладовки Несет для Белочки морковки За ним бежит в припрыжку мышка Со спелым колоском Мышкой Ты мне расскажешь Где это ты так? Нет Почему? Потому что это не важно Ну хорошо Есть будет что-то? Я не голоден Иди ложись Я скоро приду Да какой тот сон Я так перенервничала Ты же к ней ездил? К Лене, да? К ней Прости, конечно Просто наболела Ну что же это За мать Которая так поступает Родная? Родная То есть Кто же детей ворует-то? Ты сейчас что сказать хочешь? Что она плохая мать? Что она плохо поступила? Что она потаскуха? Ты что сказать хочешь? Я за вас беспокоюсь Ну хорошо Ты беспокоишься Дальше что? Что дальше? Ничем Прости, пожалуйста Жень Танька Ты спишь? Нет Ты насчет школы Не переживай Все реши Я не переживаю Как у тебя дела в целом? Нормально? Все ровненько? Ну? Я тоже дико устал От всего этого А взрослые иногда Не понимают друг друга А вы с мамой помиритесь? Я не знаю Ты не хочешь? Я не знаю Сынок Ладно Спитывай Что-то ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. О, привет. Христо Матенина с апельсинами в авоське. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знал, что ты это оценишь. Но, если честно, надеялся, что вначале ты обратишь внимание, как рано я у тебя. Спасибо, Дим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты как? Отлично. Как видишь. Хм. Сильно он тебя... Крякнуть не успел, как в голову прилетело. Потом ничего не помню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да уж. Заявление написал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да когда? А я чухался 10 минут назад. Не знаю, чего больше хочу. То ли сдохнуть, то ли блевануть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, поскольку скорая ментам автоматически сообщила, они уже все, что нужно, возбудили. Но заявление тебе не помешает. Давай так, ты сейчас при мне заполнишь подробное заявление, и я его отнесу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как считаешь, трудовую активность ты потерял на 21 рабочий день? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, что нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я надеюсь, что да. Потому что тогда это в соответствии со статьей 122-й от 6 месяцев до 3-х лет. Ты же хочешь, чтобы его посадили, я надеюсь? Или ты его простил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да я бы этого урода своими руками разорвал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это уже лишнее. Значит так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тебе лист бумаги. Вот тебе мой портфель, чтобы было удобно писать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тебе ручка. Пиши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Побой у тебя уже сняли. Свидетель у тебя Елена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она все подтвердит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, почему нет? Уверен? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леша! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леша, я дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здрасте. Леша, я dépend. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думал, Леша, он все сказал. Ты сказал, что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У него ребенок от меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это что-то новенькое. И поэтому вы решили пожить у нас в доме перед нашей свадьбой. Я думала, он все вам сказал. Вы с ним спали? Понимаю. Но все не так. А как? Мне очень жаль, что Леша вам ничего не сказал. И как давно вы? Около недели. Здорово. Просто здорово. Я пойду. Трахайтесь на здоровье. Счастливо оставаться. Да. Что? Да, конечно. Я сейчас буду. Я проспала. Теперь ты меня уволишь? Я не на работу. Куда? Лешку избили. Боже, кто? Я так понял, что твой отец. Прости его, пожалуйста. Это на него совсем не похоже. Понимаю, но Лехе от этого не легче. У него сотрясение мозга. Милый, прости. Ты же знаешь все это ситуации. Да. Знаю. Я побегу. Надеюсь, не все так страшно. Да. Я не знаю, что сказать. Приношу свои извинения. Если вы подадите на меня заявление, а вы, скорее всего, его подадите, я ничего не буду отрицать. Понесу наказание. Заслужил. Ну и, само собой, все расходы на лечение я беру на себя. Послушайте, я... Я понимаю, что вы ничего не знали о моем существовании. Понимаю, что вы имеете такое же право на Елену, как и я. Что вы такой же ее законный муж. Если в этой ситуации стоит кого-то винить, то... Хотя я уже и не знаю, честно говоря. Слушай, ну если хочешь, выздоравливай, встретимся. И ты мне набьешь морду. Поверь, я себя сейчас таким дерьмом чувствую. Мы же с ней с самой юности. Прикинь. Она, считай, моя первая. Любовь. А тут такое. В общем, я чего сказать хотел. Прости меня, пожалуйста. Я тебя прощаю. Выздоравливай. Что? ничего не ты скажи что те не устраивает что меня не было всю ночь я гулял это правда тебе нужна это правда тебе нужна чё ты молчишь вызывали заявление об увольнении на стол все больше я тебя видеть не хочу я тебя прикрыл когда ты этого белецкого подставил думал зачем хорошего следака губить а ты оказывается совсем с катушек слетел а что если ты завтра пойдешь в супермаркет и начнешь из стабильного оружия людей расстреливать нет на это я пойти не могу ну чего молчишь придурок дмитрий николаевич я просто понимаю что чтобы я сейчас не сказал все это будет звучать как оправдание а я слишком вас уважаю для того чтобы перед вами оправдываться уходи простите дмитрий николаевич хорошо уходи же они и 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 КОНЕЦ Сереж? Сереж, слышишь? Давай потом. Давай. Я ухожу. Хорошо. Дверь закрою только. Я приготовила борщ. Тебе на первое время хватит. Рубашки поглажены в шкафу. Я буду жить в нашей городской квартире, а ты мне не звони. Говори, с тобой не буду. Ты что? Что? Куда ты уходишь? Мария! Ну подожди, подожди. Ну ты чего? Все, хватит. Закончили. Что? Вот так просто ты уйдешь от меня? После стольких лет? После моего поражения на выборах, после инфаркта, ты так решила меня бросить? Не юродствуй. Ты прекрасно знаешь, почему я ухожу. Будь мужчиной хоть раз в жизни, а не напакостившим котом. Маш, ну не уходи. Маш! 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 Нельзя. Ты за Катей приехала? Нет. Я приехала поговорить. А разве мы с тобой не все еще обсудили? Жень, я хочу попросить тебя, давай закончим эту войну. Я все понимаю, я сволочь, я... Я понимаю, какую боль я тебе причиняю. Я знаю, что ты меня никогда не простишь. Я буду жить с этим всю жизнь. Я понимаю, но мы... Мы же с тобой взрослые люди. Мы родители, у нас есть дети, давай закончим это ради них. Просто прекратим это ради них, давай. Хорошо. Давай прекратим. Есть еще что-то, чего я не знаю. Катя, не твоя дочь. Женя, я не сказала тебе, потому что я выбрала тебя. А сейчас ты, значит, выбираешь его? Становись. Я сволочь. Но ты должен это принять. Катя, не твоя дочь. А это не важно. Это вообще не важно. И мне плевать на все эти формальности. То он не может быть ее отцом. Но он ее отец женит. Ты пойми-то, он напишет на тебя заявление. Ты думаешь, меня это пугает, Лена? Ты зачем приехала? Ты шантажируешь меня? Стоп, Женя! Ты не виноват. Он не виноват. Я виновата. Я во всем виновата. Понимаешь? Он имеет на нее такое же право, как и ты. Нет, не имеет. Потому что я ее отец. И я ее никому не отдам. Точка. А теперь, Лена, уйди. Уйди, Лена, уйди! Ну как вы? Бодрячком. Молодец. Хочет сегодня уже выписываться. Ну, слава Богу. Знаешь, я бы на этом месте так не радовался. Он подал заявление на твоего отца в полицию. Подключили адвоката. Все по-взрослому. Да. Привет. Привет. А ты чего здесь? Максим сказал, что тебя выписывают. А ехать к тебе домой мне больше не хочется. Ну, может, объяснишь мне, что происходит? Я видела ее. У нас в доме. Алин. Так. Получилось. Все. Ты ее любишь? Не знаю. Может, да. Может, нет. Я мой ребенок. Дочка. Я не мог ее оставить. Так зачем оставлять? У тебя и я была. Неужели нужно было ради этого? С ней. Честно говоря, я ждала более человеческий ответ. Меня еще никто никогда не заставлял так унижаться. Я надеюсь, у вас с ней ничего не получится. Кстати, можешь позвать ее на нашу завтрашнюю свадьбу. Что добро пропадать. Алин. Прости. Привет, мам. Привет, Леночка. Спасибо, что нашла время встретиться со мной. Ну, что ты, мама, я всегда рада тебя видеть. Что, чай будем? Нам чай, пожалуйста, черный. Я не знаю, как тебе сказать. Я только сейчас тебя поняла. Поняла, как тебе было тяжело. Мне и сейчас тяжело. Я ушла от отца. Давно надо было это сделать. А он же после инфаркта. Ничего. Это же не помешало ему встречаться с этой его Викой. Каждый сам для себя выбирает судьбу. Как он? Меня это не интересует. У меня от него 20 пропущенных звонков. Это уже я проходила. Что ты сейчас чувствуешь? Сложное чувство. С одной стороны, свобода. Свобода и мысль. Как он теперь без меня, это старый черт. А с другой стороны, злость на себя. Столько лет ему оттого. Но самое главное, быть счастливой. Правда же? Все остальное не имеет значения. Правда? Мам, но счастье это не ко мне. Как быть счастливой, когда другие несчастны? А почему ты только сейчас это поняла? Почему? Перестала бояться. Раньше я жила, как будто бы меня нет. Вот все делала, а меня нет. Сдутая оболочка. Легок на помине. Ты навести его, когда сможешь. Мам, я люблю тебя. Прости меня, пожалуйста. Прости. Ну, прости меня. Пожалуйста. А, ты еще здесь. Есть минутка поговорить? Да, конечно. Ты на меня обижен? Нет, но... Я думаю, ты меня понимаешь. Странно, когда твой отец избивает моего брата. Понимаю. А ты понимаешь меня? Да. Значит, отца мой его должен понять. Да, ситуация идиотская. Да, Максим, все это стремно и ужасно. Но моему папе сейчас сложнее всего. Он чувствует себя преданным. Он бы никогда в жизни так не сделал. Он самый лучший отец. И честный мент. Таких вообще не бывает. Ну, допустим. Максим, нельзя его сажать. А Леху можно? Его нельзя. Но его же выпустили. Скажи мне, Лера, это справедливость? И что, по-твоему, твоему отцу должно все это сойти с рук? Да. Почему это? Мне интересно. Да потому что его довели до такого состояния. А, я понял. Этот разговор можно продолжать вечно. Лев, скажи мне, мы любим друг друга? Да. Отлично. Только у тебя своя точка зрения, а у меня своя, окей? Нет, Максим. Не окей. Так и знал, что найду тебя здесь? Ты как? Твоя мама ушла от меня. Прости меня, Леночка. Я никого никогда так не любил, как твою маму. Может, еще не поздно сказать ей об этом? Она не поверит. Я очень сильно обидел ее. Очень сильно. Такое, наверное, нельзя простить. Знаешь, пап, теперь мне кажется, что нет такой вещи, которую нельзя было бы простить. Прощать надо, понимаешь? Я сам себе многого простить не могу. Понимаю. Ой, Жень, сейчас будем ужинать. Лель, сядь, поговорить надо. Сейчас. Лель, сядь, пожалуйста. Ты устал? Хочешь один побыть? Да? Ты очень хорошая и добрая. Правда? А лучше жены я себе и представить не могу. Но... Все, Жень. Все. Я пойду. Дальше можешь не продолжать. Ты все прости и опусти Ты все опусти Почему же вы вчера не позвонили? Не предупредили? Слушайте, не переживайте. Я заплачу полную стоимость. Если вдруг передумаете, у вас есть мой телефон. Как у вас, простите? Дима. Дима. Принесите на водочке, пожалуйста, и что-нибудь перекусите. Хорошо, одну минутку. Ну, ты учудил, конечно. Ой, да ладно тебе. Ну, правда, учудил. Садитесь, лучше салатиков поедим. Мы же на свадьбе. Да, на свадьбе. Садись, садись. Ты знаешь, я сегодня к следаку собрался. Хочу этого урода посадить. И зачем тебе нужна эта мелкая месть? Ты сейчас серьезно, Макс? Ты лицо-то мое видел? Спасибо. И что, ты правда желаешь зла этому несчастному менту? Я желаю справедливости. Хочу, чтобы он получил то, что заслужил. Спасибо, я сам. Скажи, а ты не думаешь, что это все... Макс, я что-то не пойму. Вы сегодня здесь собрались христианское смирение проповедовать, что ли? Я просто думаю о той ситуации. Ты, ты мой брат. Но его тоже можно понять. Ты богатый и успешный. У тебя дочь от нее. И выходит так, что ты эту дочь у нее отбираешь. Я никого не отбирал. Но ведь отбираешь. Ты свечешь это. Давай лучше выпьем. А вы же приходили вот ко мне в больницу. Прощения просить. Так гаденько мне как-то стало. Я прям в глазах увидел глухую ненависть, что не удалось ему меня посадить. О, хитрый. Целое дело он у меня сочинял. А как жареным запахло, сразу приполз прощения просить. Поэтому мне эту мразь не жалко. И Ленку я понимаю. Уйдешь, от такого убьет. А счастья хочется. Поэтому я ее понимаю. А его нет. Кто там? Извини, у меня не убрано. Да ничего. Как у тебя дела? Да вроде нормально, как у тебя. С Лилей. С Лилей мы расстались. Можно узнать, почему. Я думаю, не стоит. Слушай, я вот о чем поговорить хотел. Я подумал о том, что ты мне сказала. И я согласен с тобой. Да, мы взрослые люди. А Катька, она ни в чем не виновата. Ты разрешишь мне с ней видеться? Конечно, разрешу. Но у меня одно условие. Я больше не хочу его видеть. Никогда. Ты сможешь это устроить? Да, да, конечно. Мне сегодня пришла повестка. Явиться на допрос к следователю. Так что, скорее всего, меня закроют. Надолго, но все-таки. Тебе нужно будет как-то за Данькой присмотреть. Хорошо, конечно. Ну, как-то так. Все, пока. Ну, с вашими показаниями понятно. А теперь вопрос. Есть ли у вас свидетель? Да. И он может подтвердить? Да. Да, может. То есть вы утверждаете, что Романюк угрожал вас убить? Да, 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 да. Да! Угрожал! Да. Да. Ты почему мне об этом не сказал? О чем? О том, что он угрожал тебя убить. Дим, он мне пистолет в голове приставил. Леш, ты понимаешь, что это совсем другая статья. А ты мне сразу ничего не сказал. Ладно. Елена твоя сможет это подтвердить? Да. Ты с ней говорил уже об этом? Дим, она даст показания. Ты с ней еще не поговорил? Леш, ты в своем уме? Слушай, что ты так завелся? Я тебе говорю, все, что нужно, она скажет. Поговори сегодня же. ЛЕГКАЯ МУЗЫКА Как же я соскучился там. А вы сами видишь, как тут будет бегать наша малявка? Красота, да? Все плохое забудется. Будет только лето, дети, любовь и вино. Катьку в танцы отдадим. Она у нас больше по гимнастике. Ну, значит, у вас. А вот у нас будет больше по танцу. Слушай, такое дело, я был следователем. Надо формально подскочить, дать свидетельские показания. Сможешь? Ну, что ты так вздыхаешь? Лень. Он же чуть не убил меня. Он бы тебя не убил. Откуда ты знаешь? Тем более у него был пистолет. Леша, пистолета не было. Ты просто очень переволновалась за меня. Пистолет был. Нет, нет. Подожди, подожди, Леша, пистолета не было. Лен, посмотри на меня. Нравится, что видишь? Нужно просто дать свидетельские показания и все. Или ты хочешь спустить все это на тормозах? Извини, пожалуйста, Леша, я так не могу. Он отец моих детей. Прости, пожалуйста, я так не могу. Хорошо. Не-не, все нормально. Он не сеет, просто отдаст нам нашу дочь. Подожди, это что, торг? Я не знаю, торг это или не торг. Просто у него моя дочь. Он держит ее в заложницах. Как мне ее достать? Во-первых, никто в заложниках ее не удерживает. Потому что это за слово. Во-вторых... А Даня? А что Даня? Даня остается с отцом. Что-то непонятное. Ну как это останется? Послушай, у тебя другая семья. Ты будешь навещать Данину. Жить он будет с отцом. Что непонятно? Так не могу, Леша. Он мой сын. Ты! Лена, ты скажи тогда, как ты можешь, а? Просто объясни мне, чтобы я наконец-то понял, как тебе будет хорошо. Да как угодно, Леша, только не так. Так, ладно. Давай сначала. Значит, смотри. Отец своих детей, Евгений, не садится в тюрьму. Так? Не садится, понимаешь? Все нормально. Ты же со мной хотела жить? Да. Вот. Мы живем с нашей дочкой Катей. Здесь, в этом доме. Твой сын Даня живет со своим отцом. У него. Так ведь нормально, что тебя не устраивает. Спаси, пожалуйста, Леша, у нас так ничего не получится. Да не такой же сын мой, как и Катя, моя дочь. Твою мать! Твою мать! Что тебе еще не нравится? Что тебя еще не устраивает? Что тебе еще не нравится? Привет, старик. Можно к тебе? Данька, мы с тобой почти не общаемся в последнее время. Злишь ты на меня? Нет. Я злюсь на маму. Ты на нее не злись, Данька. Ты когда вырастешь, ты нас поймешь. Может быть. Но если не поймешь, тогда просто знай. Мы с мамой любим вас больше всех на свете. Я могу на некоторое время уехать. А тебе нужно будет позаботиться о Катьке. Я о маме. Будешь главным мужчиной в доме. Понял меня? Да. Молодец. Так что Катьку не обижай. В школе не дерись. Ну, по возможности. На сын никому не ломай. Постараюсь. Молодец. Я открою. Откройте, полиция. Открывайте дверь. Мы знаем, вы дома. Евгений Романюк. Я понял, понял. Подожди секунду. Дань, мне на работу нужно съездить. Скоро бабушка приедет. Веди себя хорошо. Ладно? Все, давай, перезвоню. Субтитры сделал DimaTorzok Я поймаю. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...